Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал. В студии Алена Мальцева сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Президент Украины наложил вето на внесение изменений в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании относительно усовершенствования пенсионного обеспечения. Напомню, один из пунктов документа предусматривает продление до 2022 года положения о праве выхода на пенсию в 55 лет женщинам, которые уволены с работы и имеют не меньше 30 лет стажа. Президент согласился, что принятие закона предусматривает защиту женщин предпенсионного возраста, которые на рынке труда неконкурентоспособны. Но на данный момент реализовать это невозможно по финансовым причинам. Указанный пункт глава государства предложил временно отложить. Ряд чиновников будет получать только должностную зарплату. В 2015 году будет так, постановил Кабмин. Под постановление попадают члены самого Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, кроме тех, чьи подразделения принимают участие в АТО. Отмечу, в системе центральных органов исполнительной власти насчитывается 16 министерств и 64 комиссии, службы, агентства, инспекции и т.п. В изменениях в госбюджет 2015 среднегодовой курс национальной валюты заложен на уровне 21 гривны 70 копеек за доллар. Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Ереська. Этот курс был согласован с международными кредиторами. Ереська также заявила, предложит МВФ, чтобы первый транш, который получит Украина, составил почти 11 миллиардов долларов, то есть примерно 60% от общей суммы. В правительстве выразили надежду, что Нацбанк сделает все, чтобы выровнять курс гривны. Напомню, что программа СМВФ – один из основных элементов помощи НБУ по стабилизации курса. В то же время Нацбанк Украины вводит в обращение три памятных неизельбровых монеты серии героям Майдана. Об этом сообщается на сайте регулятора. В частности, монета «Революция достоинства» посвящена мужеству и патриотизму, которые проявили граждане Украины и всех национальностей, стремясь развивать и укреплять демократическое государство, конституционные принципы демократии, права и свободы человека. Монету «Евромайдан» выпустили в память о протестных акциях, которые прошли в Украине с ноября 2013 по февраль 2014 года. Монета «Небесная сотня» посвящена памяти героев, которые стали символом достоинства. Каждый из них совершил подвиг, восстав против насилия и несправедливости, отдав жизнь за новую возрожденную Украину. Все три монеты номиналом 5 гривен, массой 16,5 граммов и диаметром 35 миллиметров. Они выйдут тиражом по 50 тысяч штук. Каждая будут введены в обращение 18 февраля. Гибридные автомобили не будут облагаться возным налогом при импорте в Украину. Такое решение приняла межведомственная комиссия по вопросам международной торговли. Налогом на импорт не будут облагаться автомобили с двигателями объемом от 1 литра до 2,2. В комиссии пришли к выводу, отмена налога не нанесет ущерба национальным интересам государства. Напомню, гибридные авто оснащены двигателями на бензине и электричестве одновременно. В аннексированном Крыму под угрозой остановки оказался ряд предприятий винодельческой отрасли. В апреле-майе прошлого года наблюдалось снижение производства виноводочной продукции. Виноградного вина на 20%, коньяка на 37%, водки на 55%. Причиной такого падения стал переход на российские стандарты. Это привело к сокращению поступления от акцизных сборов на 61%. Евросоюз до марта определится с санкциями против Януковича и членов его семьи. Об этом сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Касьянчич. Она отметила, не располагает сведениями, будут ли санкции в отношении семьи Януковича сняты или продлены. Напомню, в марте прошлого года Евросоюз заморозил счета одиозного экс-президента, его семьи и ряда бывших высокопоставленных политиков. Януковича обвиняют в хищении 3 миллиардов долларов, создании организованной преступной группировки и узрупации власти. В данный момент он скрывается на территории России. Сегодня второй день режима прекращения огня на Донбассе. Интенсивность боевых действий на большинстве направлений снизилась, но полностью террористы все же не соблюдают минские договоренности. Не вспоминают бои на Дебальцевском направлении. Только за последнюю дню боевики 88 разів обстреляли наши позиции в этом секторе. Ворог активно использует против украинских воинов реактивные системы, залпового огня «Град», танки, артиллерию и минометы. За оперативной информацией, бандиты отримали от своих российских кураторов наказ за любую цену взять Дебальцево и спровоковать наших воинов. При этом боевики не допустили до города Дебальцево представителей миссии ОБСЄ, что является грубым порушением минских договоренностей. За минулую дню, внаслідок боевых зіткнень, мы втратили 5 украинских воинов, ще 25 зазнали пораненив. Военно-воздушные силы Египта нанесли удары по целям в Ливии. Бомбардировкам подверглись объекты террористической группировки ИГИЛ, в том числе тренировочные лагеря, полигоны и склады оружия неподалеку от египетской границы. Операция последовала вслед за тем, как террористы показали видео о казне 20 египтян, которые по вероисповеданию относятся к христианам Коптам. После этого президент Египта Абдель Фатах Аль-Сеси объявил о намерении принять соответствующие меры и наказать убийц. Датская полиция продолжает расследовать обстоятельства смертоносных нападений в Копенгагене, которые произошли в выходные. Сейчас район, где произошли нападения, патрулирует полиция. Свидетели говорят, несколько человек арестованы. Напомню, в воскресенье стражи порядка застрелили злоумышленника, который устроил стрельбу в центре города. Это 22-летний уроженец Дании Амар Абдель Хамид Эль-Хусейн. Он первым открыл стрельбу по полицейским в районе железнодорожной станции. Его застрелили ответным огнем. Напомню, в субботу неизвестный мужчина расстрелял окна кафе в Копенгагене. Там как раз проходило мероприятие под названием «Искусство, богохульство и свобода выражения». Выступал шведский художник Ларс Вилкс. В прошлом он неоднократно рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда, в связи с чем получал многочисленные угрозы. Был на встрече и посол Франции в Дании. Нападавший выпустил по кафе не менее 40 пуль. Погиб один участник мероприятия. Еще два человека получили ранения. Ночью в тот же день мужчина открыл огонь по синагоге неподалеку. Там проходила религиозная церемония бармитсва. Внутри находились десятки девочек-подростков. В ходе этого нападения мужчина застрелил охранника-еврея. Позже власти сообщили, оба нападения были совершены из террористических побуждений. Их мотив схож с причинами январского нападения на редакцию сатирического журнала «Шарли Абдо» в Париже. Президент Франции в знак солидарности посетил посольство Дании. Сегодня Дания и Франция – страны, которые делят одну и ту же боль, одну и ту же печаль, а также одно и то же стремление противостоять терроризму и победить его. Самолет авиакомпании Air France совершил экстренную посадку на Урале в аэропорту Екатеринбурга. У лайнера отказал один из двигателей. На борту находились 290 пассажиров и 18 членов экипажа. Боинг-777 следовал из Сеула в Париж. Несмотря на неполадку, посадка прошла плавно. Авиакомпания обещает направить самолет, чтобы забрать пассажиров в ближайшее время. Специалисты Air France должны прибыть в Екатеринбург, чтобы решить вопрос с ремонтом лайнера. Во время посадки никаких повреждений самолет не получил. В Новой Зеландии спасали черных дельфинов Гринд. Около двух сотен животных выбросились на берег Южного острова. Операцию по спасению организовали оперативно. В ней приняли участие сотрудники природоохранных ведомств и добровольцы с пляжа. Всего около 80 человек. Спасти удалось не всех, но в результате упорных трудов 66 дельфинов смогли отправиться обратно в океан во время прилива. Когда начался прилив, 66 дельфинов были еще живы, и они смогли благополучно уплыть. Этим утром новых мы не обнаружили, так что надеемся, что все они уже плавают в заливе и занимаются своими обычными делами. Это было невообразимо. Мы спасали дельфинов. Я из Франции, никогда не видел Гринд раньше. Мы проделали всю эту работу. Увидели, как они плавают, довели их до той стадии, когда они снова смогли самостоятельно двигаться. Затащили их в воду. Работы им самим еще предстоит немало, но факт в том, что мы смогли что-то изменить. Западные традиции активнее проникают в восточный быт. В Китае традиционное чаепитие все чаще не обходится без шоколада. Этот продукт начал пользоваться популярностью у китайцев относительно недавно. В регионе все более популярны семинары, где обучают, как правильно сочетать различные сорта чая и шоколада. Один из таких проходит в крупном торговом центре. Китайцы обычно предпочитают более соленые виды шоколада, поскольку не очень любят сладкое. Но специалисты призывают расширять вкусовой кругозор. Цветочные сорта чая советуют сочетать с шоколадом с фруктовыми начинками. В Гонконге многие думают, что черный шоколад качественнее, чем другие виды. Одна из причин – он менее сладкий. Мы выбрали две белых шоколадных конфеты, и людям это понравилось, потому что они запивали их чаем. Вкус им действительно понравился больше, чем если бы они просто ели белый шоколад. Мы собираемся сочетать этот Докумпао с этим шоколадом от Робюшона. Это черный шоколад, а внутри крем из маракуйи. Рекомендуем вам откусить маленький кусочек и позволить ему растаять во рту. Прежде чем он успеет растаять, сделайте глоток чая и посмотрите, что произойдет. Китайцы стали есть больше шоколада в последние 15 лет, и каждый год спрос увеличивается на 12%. Это уже отразилось на мировом рынке какао. Цены на продукт взлетели. Некоторые аналитики предупреждают, к концу десятилетия мир может столкнуться с глобальной нехваткой шоколада. Сотни жителей города Еврея на севере Италии приняли участие в необычной битве. Вместо доспехов и мечей они вооружились апельсинами. Для мероприятия из Сицилии привозят около 500 тонн цитрусовых. Принять участие в боях может любой желающий. Для этого надо записаться в одну из девяти команд швырятелей на земле или присоединиться к участникам на движущихся платформах. На ежегодные мероприятия приезжают сотни человек. Участники одеваются в средневековые костюмы и бросают тысячи апельсинов. Легенда гласит, что в 12 веке дочь местного мельника отказала городскому лорду. При этом она обезглавила его и освободила народ от тирании. В 30-х годах прошлого столетия местные девушки начали бросать апельсины и конфетти, проезжающие мимо их балконов карнавальной платформы. Таким образом они привлекали внимание мужской половины. Юноши бросали апельсины им обратно. Со временем древняя легенда превратилась в традицию. При этом апельсины символизируют ту самую голову городского вельможи. А действо – борьбу за свободу. Для этого нужна сила воли. Пусть даже не все с этим согласны. Особенно с такой погодой нужна большая сила воли. Как только начинаешь, пути назад нет. Ты на самом деле втягиваешься и уже не представляешь карнавал без швыряния апельсинами. Тем временем в Бразилии стартовал крупнейший ежегодный карнавал. Мероприятие традиционно привлекает десятки тысяч туристов и местных жителей. Главное и самое красочное зрелище – парад школ самбы на знаменитом самбодроме. Своё танцевальное мастерство в эффектных костюмах демонстрировали тысячи любителей и профессиональных танцоров. Субтитры создавал DimaTorzok Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.